сегодня хочу приготовить суп харчо грузинский суп харчо для этого я вот купила рунда брат лапан брат это жарить или тушить но я не буду их не жарить не тушить рунда это говядина вот такую говядину я купила я только что ее вы мочила вот вы смотрите какие кусочки красивая вы мочила ее немножечко в воде чтобы избавиться от лишней крови и буду ставить сейчас готовить бульон ну вот поставила я мясо отвариваться пока ничего сюда не ложу после того как сниму несколько раз шум пену с мяса тогда я положу туда целую слегка надрезанную луковицу и если у вас есть сельдерей стебли сельдерея очень рекомендую положить и лавровый лист и ни в коем случае не солить а солим мы уже готовый суп то есть когда у нас уже будут присутствовать практически все ингредиенты там сейчас будем варить мясо варим этот бульон мясной до готовности мяса я видите порезала кусочками у меня нет очень много времени ждать и мне не нужно она большими кусками поэтому я надеюсь что сварится быстро прикрываю крышечкой не совсем закрыла видите и ждем до первого шума ну вот видите начинает образовываться первые шум пена такие отходы так сказать нашего производства сейчас я буду уже его снимать потихонечку вы знаете очень жалею что у меня нет такой ложечки как было у моей мамы и чего я ее не взяла вот обычная ложка только она была в дырочку вот нигде не могу ее купить конечно очень удобно и даже в украине специально смотрела не попадалось мне такая ложка так конечно забирается видите и с водой еще вот так это делается это собственно для тех кто совсем не знает не варил для молодых хозяек может быть это пригодится когда-нибудь это видео моей дочери в общем снимаем шум и варим мясо дальше после того как шум вы сняли уже видите что практически ничего не будет добавляете луковицу лавровый лист и и стебли сельдерея кто хочет конечно пассеруем лук до прозрачности он уже начинает золотится добавили помидоры чтобы они стали мягкими я помидоры не очищала от шкурки потому что у меня твердые помидоры шкурка не отделится супер но вы можете очистить вы знаете сделать надрез крестиком и ошпарить кипятком шкурочка снимется легко и вот сейчас когда уже помидоры у меня стали мягкие я добавляю специи здесь у меня и кориандр и и перец и хмель и сунели но это не все да немножечко добавляю сейчас потому что специи лучше раскрываются когда их поддать вот такой вот термо обработки и сейчас я добавлю сюда немножко томата томат надо нам тоже обжарить чтобы он отдал свою кислоту нужно делать побыстрее чтобы лук не сгорел и затем сюда можно добавить соус кемали и потом это немножечко чтобы лук не подгорал добавить немножечко бульона делаем такую заправочку для нашего супа харчо и вот уже в самом конце после того как я добавила соль немножко сахара тоже всегда его добавляю я добавляю чеснок чеснок я не обжариваю вот немножечко он видите он не жарится он уже как плавает в томате да вот он держится ну вот чтобы он так отдал свои эфирные масла но не жарим ну вот я добавила немножечко буквально четыре пять столовых ложек бульона уже готового вот и дам это буквально пол минутки минутку вот так сидимом прокипеть да аромат стоит вы даже себе представить не можете настолько 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 вкусно просто обалдеть вот заправка в принципе готова чтобы отправляться говядина моя мясо в бульоне было готово и я сразу же добавила рис прежде убрав луковицу целую которую вот надрезанную до половины я сюда положила сейчас вот я дам закипеть вот он кипит сейчас этот рис и дам ему отвариться до полу готовности потому что вы понимаете что рис доходит позже он то будет находиться в горячем бульоне уже потом супе вот когда рис будет полу готов я добавляю свою так сказать зажарку ну вот рис у меня еще не готов но уже видите он такой вот становится прозрачным и сейчас я буду добавлять этот соус зажарку в бульон ну вот наш суп харчо практически готов дело осталось за малым хотя немаловажным зелень свежая зелень в моем случае это будет петрушка немножко кориандра и укроп после того как мы добавим в наш суп свежая порезанную зелень буквально через полминуты я его выключу и накрою крышкой оставлю маленькую щелочку и дам супу полчаса настояться и он готов к потреблению очень очень вкусный в некоторых рецептах добавляют еще молотые орехи родом эти рецепты западной грузии насколько мне известно но я предпочитаю орехи есть так поджаренными или свежими хотя говорят что вкус с орехами очень как сказать не отличается без ондер но довольно таки экстравагантный интересный но мне нравится мой суп и так и и Субтитры подогнал «Симон»